Здравствуйте. В студии BBC Александр Кан. И сегодня у нас в гостях известный российский телевизионный журналист Леонид Парфенов. Леонид, приветствую вас. Здравствуйте. Леонид находится в Лондоне с висорганизованной здесь компанией Arbus и фондом Genesis серии показов вашего нового крупного телевизионного проекта «Русские евреи». Насколько я понимаю, интерес в городе, даже здесь у нас в Лондоне, не в русском городе, интерес огромный. Серия показов, публики много, чем я вас, конечно же, и поздравляю. Спасибо. Леонид, это, насколько я понимаю, первый из трех фильмов, которые составят вот эту вот самую трилогию «Русские евреи». Расскажите о структуре фильма. Ну, это три периода. Значит, вот нынешний фильм называется «До революции», на самом деле, включая революцию, по 17-й год включительно. Потом с 18-го по 48-й, условно говоря, такая советская юдофилия, когда евреи считаются советской властью особо лояльными, и вместе с русскими это такие основные, самые активные строители социализма. И потом с 48-го года, начиная с убийства Михоэлса, дела еврейского антифашистского комитета, дела врачей и так далее, с одной стороны, нарастание никогда не признававшегося официально, но все-таки официального государственного антисемитизма советского, с одной стороны, а с другой, отчасти стимулированный этим отход евреев от советского проекта, и столь же активное участие в диссидентской, в антисоветской деятельности, как когда-то в советской. Это вот такая вот поучительная парабола этой жизни. Речь идет именно о русских евреях, о тех, кто переходили в русскость. На мой взгляд, таких народов вообще было три на разных этапах. Второй титульной нацией почти до полного смешения с первой оказывались русские немцы, русские грузины и русские евреи. Так что это одна треть от того проекта, который сам по себе еще тоже является третью этого взгляда на ассимиляцию братских народов. То есть, как бы, после русских евреев мы увидим русских немцев и русских грузин. Наверное. Ну, да, я не знаю, в какой там последовательность. Это не так важно, в конце концов. Мне даже не вопрос... Сейчас я могу говорить про то, как они в моей голове, а не про то, как увидите. Вот, но мне кажется, что это очень важный феномен русской культуры, этот приход людей любого происхождения в русскость, где, оказавшись своими, русская цивилизация, если они оказываются своими, то русская цивилизация не интересуется их происхождением. Им важно, что вот это свой. Будь то Исаак Левитан или Юрий Левитан, картина Родины или голос Родины, но никто никогда не будет говорить, что тот или другой не русский, и тот голос не русский или эта природа не русская. Ну, вы, по сути дела, уже ответили на вопрос, что заставило вас взяться за этот фильм. Так я понимаю? Или что-то еще можно сказать? Благодарность родной русской цивилизации меня заставляет делать все проекты. И просто интерес к тому, что вот такое есть. И мне хочется этим интересом поделиться. Я сам поражаюсь многими конкретными проявлениями таких вот метаморфоз, что ли, да, такого богатства и разнообразия. И мне кажется, что это для любого человека русской культуры любопытно про это помнить, знать, про это думать. Это просто делает жизнь богаче. Нет ведь никакой цели, кроме того, что, в принципе, интересно. Это инстинкт журналистики в этом заключается. Понятно. Изменились ли ваши представления о русском еврействе? Узнали ли вы что-то новое для себя в ходе работы над фильмом? Нет, нет. Когда работаешь, то ты уже все знаешь. Ну, как-то, знаете, пуститься в путь, не зная, куда придешь, ну, это не про такое технологичное дело, как, а что, а группа тем временем будет стоять и ждать, когда ты куда-то там придешь? Нет, нет, это уже технологично. Поэтому в ходе работы ничего такого принципиально нового для себя не открываешь. Ну, вот находишь просто конкретные проявления. Потому что все-таки экранный продукт – это не то, что воздействует просто битами информации. Вот это вот известно. Да, я вот все привожу в пример, что я могу сделать. Указ Александра Первого. Фамилии всем принять. Фамилии принимают наспех, очень часто образуя название местечек. И мое дело – это прийти в местечко Броды, найти там Брод и объяснить, что из этих Бродов, этим Бродом, сколько Бродских и как ушли в русскую жизнь. Очень яркая сцена, когда вы переходите в Броды. Да, да, но что, тут в этом есть какое-то открытие. Ну, в общем, всякий, кто хоть чуть-чуть интересовался. Является вот это. Вот она, речка Бавдурка. На ней была граница. А значит, здесь была контрабанда, таможня, продажи. В общем, какая-то кипела жизнь. Стык такой вот меркурианский в нынешней теории. Который, собственно, и способствовал такому количеству даровитых Бродских из этих мест. Ну, это интересно. Вы говорите о том, что нового ничего не было. Но, с точки зрения формы, фильм представляется мне, во всяком случае, очень необычным, очень неортодоксальным. Вы не приглашаете никаких, здесь нет никаких горящих голов. Нет никаких, вы не приглашаете историков-специалистов. Зато очень много вот таких каких-то полумультипликационных сцен, поставленных сцен. Вот как вы пришли к этой форме? Ну, так всей логикой развития документалистики, в которой мы занимаемся, мы к этому и пришли. Мы, я имею в виду, прежде всего, с собой режиссера-постановщика, оператора-постановщика Сергея Нурмамеда, который еще и фактически художник-постановщик. Потому что, в принципе, скажем так, вот экранная концепция, что ли, да, система выразительных средств, это прежде всего на нем. Мы, конечно, очень много обсуждаем вместе. Я пишу левый ряд и правый. То есть, ну, вот сценарий же представляет так, вот здесь вот слова, здесь вот картинка. Я сначала пишу свои предложения тоже, потом мы без конца списываемся в процессе монтажа. Но это наше убеждение, что сегодня вот так можно удерживать внимание. Сегодня таким языком нужно говорить. Потому что если у нас там последние фильмы были, мы очень много делали в докудраме, «Зворыкин-Муромец», когда Сергей Шакуров играл в «Зворыкина» или там «Глаз Божий», где было 28 актерских ролей, включая Олега Табакова, Игоря Квашу, Евгения Миронова, Владимира Познера, Петра Налича, кто у нас там только не играл. Даже Владимир Этуш играл в коротких сценах приезда Шагала в Москву в 72-м году. Так что раньше был такой период, а сейчас мы, если игровые сцены, то они вот такие другие, они такие псевдодокументальные, как будто стилистика, которая была отчасти в «Цвет нации». Вот наш фильм про Кудина-Горского, про цветного фотографа дореволюционного. Мы живем вместе со зрителями. Если ты находишься внутри профессии, то ты самым меняешься, ты так и чувствуешь, что вот это уже было, вот это должен быть вот такой тип разговора. Тем более это времена, которые заведомо нам не оставили ничьих синхронных съемок, никаких интервью, никаких живых этих. Поэтому представить, чтобы Екатерина говорила как бы своим голосом вот этот вот указ о введении евреев в российское подданство после раздела в Польше или Столыпин объяснял, как они вправе домогаться равноправия, извините за тавтологию, но он так и говорил, и прочее, прочее. Это все каждый раз задача, чтобы дела давно минувших дней не выглядели нафталином, не только содержательно, но и в смысле экранного языка, в смысле типа диалога. Ну, мы вернемся еще к фильму «Русские евреи». Сейчас я хочу, чтобы вы ответили на вопросы, которые присылают наши читатели нашей странички в Фейсбуке. Ну, вот такой вот вопрос. Где и когда Парфенов планирует вести регулярные информационно-аналитические передачи? Может ли такое случиться в обозримом будущем? Не знаю. Это зависит от предложения. Понимаете, телевидение – это очень технологичное дело. Вот вы даже сейчас оговорились, что это читатели в Фейсбуке, я надеюсь, что это все-таки зрители, которые нас смотрят. Но для того, чтобы мы вышли с этой картинкой, видите, здесь три камеры, тут мониторы, студия, бэбики так называемые, эти малые прожектора и прочее. Ящик – это очень технологичная вещь. Ты не живешь мыслью о том, что вот хотел бы я вести информационно-аналитическую программу. Есть возможность. Вот я делаю много документальных фильмов. Я выпускаю там «Анамедни», вот сейчас заканчиваю восьмой. У меня нет ощущения, что я чем-то не занят. А информационно-аналитических программ нет, пока не предвидится. Вы имеете в виду «Анамедни» книгу? Да, да, да. Книга «Львома». Один из вопросов. Татьяна Гопин спрашивает, планируется ли выпуск следующего «Анамедни». Да, я заканчиваю 30-е годы. Вот, и я думаю, что где-то после Нового года, может быть, там, в ранней весной, он выйдет, к сожалению, к рождественским продажам не успели. Вот, такой, по-моему, яркий и интересный получится. И очень важная задача – показать вот эту сталинскую империю в том, как она создавалась, как она из этого советского интернационалистского проекта предпочла перейти вот в эти имперские формы, которые сложились во второй половине 30-х. Вот вы уже упомянули очень много о своих фильмах. Мы говорили о форме ваших программ, ваших проектов. И в этой связи очень многие фильмы вы упомянули. Мы заговорили, разумеется, о «Анамедни». Ну вот, один из наших читателей, зрителей, Дмитрий Александрович Априщенко спрашивает, какие свои передачи и проекты ли они считают самыми успешными в плане отклика в умах и сердцах зрителей и целевой аудитории? О чем хотелось бы еще рассказать людям? Ну, если так вот говорить про резонансность, то получилось, что проект «Анамедни» самый долгоиграющий. И я тут могу только немножко гордиться даже собой, что я придумал этот вот формат соединения несоединимого. Я помню, как меня ругали 20 лет назад, когда еще был только сериал, что как это мини-юбки и «Пражская весна» на одной доске стоят, а они действительно стояли на одной доске. Это ведь важно, что девочки в Праге против советских танков стояли в мини-юбках. Вот. Я вот сейчас посмотрел в музее Виктории Альберта выставку 60-е, ну, там совсем едва упомянута Чехословакия и совсем едва упомянута Франция, да, это такой англо-саксонский. Но вот этот вот взгляд на контекст, в котором вот есть все, вот есть Деголь, а есть Бетлы, а есть вот такие ритмы, а есть ЛСД, а есть действительно мини-юбки, а есть цитатник председателя МАО, да, вот для меня этот контекстный подход очень важен. И потом то, что получились книги-альбомы, вот как-то совпавшие с той эпохой, когда все стали щелкать хотя бы на телефон, и в результате, в отличие от поколения наших родителей, которые знали только что, карточка плохая и хорошая, в смысле «Хорошо или плохо я получился», снятый на этой карте, то теперь люди умеют считывать фотоинформацию, визуальную информацию, культура вот такая визуальная очень повысилась, чего в России прежде никогда не было, из-за плохих типографий, из-за, ну, из-за, наверное, всего. Не визуально мы народ были, очень вербальный такой. Это тоже очень важно, что он продолжается, вот сотни тысяч экземпляров проданы этих альбомов на медни, когда это и не фотоальбом, где мало текста, и не книжка, в которой много текста, и о иллюстрации вспомогательной, а вот когда такая верстка, такая режиссура, я этим всем сам занимаюсь, что вот тут заголовок, тут такая фотография здесь на разворот, тут на четвертушку, вот все это живет в каком-то ритме, и когда листаешь, тоже есть это ощущение контекста, который на тебя вываливается с этих разворотов. Ну, вот, а фильмы всегда интересен тот, который только что сделал, потому что он самый актуальный, и тут точнее всего ты. Проходит лет 10, ты смотришь какой-то фильм, который тогда считался дерзостью, не знаю, там, «Живой Пушкин», мы когда специальный приз Тэфи получали за какое-то там новаторство, я сейчас просто это не могу смотреть, какой-то вялый чувак медленно ходит, медленно говорит, вот, а тогда это была жуткая дерзость, просто, знаете, это горящая ветка в морду шерхана, какая-то там, было куча народу, которые возмущались, как так можно, все так, в общем, такие прогулки с Пушками, да. А теперь это кажется, ну, очень, вот не то, ну, то, что вы сказали, что очень много всяких гэгов в русских евреях. Вот этот фильм сейчас, который, с которым я понимаю, вы ездите по России довольно активно, он уже шел в Москве в кинотеатрах, вот сейчас вы приехали в Лондон, но все-таки будет ли телевизионный показ? Да, конечно, это сделано как телевизионный фильм, да, ну, просто одно обращение прямое ведущего в кадре, ну, он-то ясно показывает, что это ящик, вот, просто сейчас техническая возможность есть показывать, и такой клубный прокат до эфира, он возможен, и плюс есть бум нон-фикшена, когда люди хотят смотреть документалистику, читать документалистику, слушать лекции, этого не было совсем еще недавно, там, лет 5-7 назад, 10 точно не было. Вот, но телевидение, эфир может быть только тогда, когда все три фильма готовы, нельзя показать сейчас первый, а через 8 месяцев у нас будет продолжение, кто его будет держать в голове эти 8 месяцев. Ну, есть договоренность с каким-то каналом? Ну, мы предполагаем, все работы последнего времени, а все показывались только на первом, да, мы предполагаем, да. Понятно. Ну, вот такой вопрос уже по общей ситуации, культурно-политической, если можно ее так назвать, в России в последнее время очень много говорят о засилье цензуры, будь то государственной или со стороны общественных организаций, ну, в частности, вызванной с выступлением Константина Райкина. Как вы вообще относитесь ко всему этому? Испытываете ли вы какое бы то ни было давление в этой области? Ну, я, поскольку с государственными бюджетами никогда не работал, а последние годы даже и бюджетов-каналов не было, то у меня таких проблем у самого нет. Ну, конечно, ситуация вот этих возникших представлений, что народу надо, что народу не надо, что соответствует нашим коренным интересам, нашим традициям, духовным скрепам и прочее, и прочее. Ну, во-первых, мы это все проходили, да, нам знаком этот снег на голову, как говорили герои Султыкова-Щедрина, и примерно такое же выслушивал в свое время Аркадий Райкин. Вот. Кстати, вот, я сейчас вдруг вспомнил. У него был такой монолог, это про то, что ничего не меняется, и Константин выслушивает то, что выслушивал Аркадий. И у Аркадия Исааковича Райкина был такой монолог советского чиновника, который везде там разным такой руководил. Вот. Во Френшире он так... Вот. Где-то он там руководил наукой, там он выпустил монографию генетика продажной, девка империализма. Вот. Потом его передвинули на парфюмерию, там он, значит, произвел духи. Вот, солдаты идут. И... А потом, значит, меня уже передвинули на культуру, и культуру я руководил долго от того самого времени, как сатиру ругали, и аж до того самого времени, когда сатиру снова ругали. Вот. Поэтому тут ничего нового нет. Это, конечно, с одной стороны, беда слишком большого присутствия государства в культурном бюджете, да, а второе, что, конечно, при несменяемости власти возникает эффект того, что государство и нынешняя власть – это одно и то же. И тогда получается, что личные вкусы правителя и его приближенных, они слишком такие основополагающие, скажем так, для деятельности государственных культурных учреждений. И в тех случаях, когда это Константин Райкин, от которого просто так не отмахнешься, то, ну, приходится как-то договариваться, но в какой-то момент это, значит, его достало. А проблема, конечно, заключается в том, что у него государственный театр. А у государства такой взгляд, что государство – это мы, но они такие людовики. Это очень распространенная, к сожалению, в России ситуация. Ну вот мы с вами сейчас заговорили о политике, пусть даже ее в культурном преломлении. Ваши фильмы, ваша работа, в общем-то, как правило, где-то так чуть-чуть касается политики. Вам вообще интересно было бы заниматься политической публицистикой, тележурналистикой. Или это не потому, что вас не зовут, не приглашают, нет возможности, или же это ваш сознательный выбор? Ну, во-первых, не зовут, не приглашают, нет возможности. Тогда это уже и сознательный выбор, потому что я уже говорил, если мне никто камер не расставит и прожектора не зажгет, то какое я могу телевидение производить? Это раз. Второе, у меня всегда было две таких апостаси. Я занимался такой текущей журналистикой и делал такие проекты про историю культуры. Есть такая лицензия на вещание? Ну, окей, книжки гораздо более политичными получаются, потому что там уже и 2000-е годы были, это до 2010-х, эти томами не доведены. Ну, есть еще одна важная тема, которую почему-то упускают из вида, когда об этом говорят. А есть ли запрос на это? Посмотреть тиражи коммерсанта или ведомости, которые делаются в общем в мировых стандартах прессы, ну, они смехотворны для 140-миллионной страны, наши абсолютные тиражи ниже польских. Я уже не говорю о том, насколько они ниже британских. Смешно говорить про общественно-политическую журналистику, когда нет общественно-политической жизни. Чем это общественно-политическая журналистка? И запроса даже на нее нет. Чем она заниматься-то будет? Знаете, мы уже проходили в советское время, а сельского хозяйства не было, зато была сильная сельскохозяйственная публицистика во главе с Юрием Черниченко. Вы много поездили с фильмом, вернемся к фильму «Русские евреи». Вы много поездили с ним здесь, в Британии. И, насколько я понимаю, вы в ближайшие дни окажетесь в Израиле. Я слышал, что вы говорили. Там будет очень придирчивая аудитория. Насколько по-разному воспринимают фильм, допустим, я не знаю, в столицах Москвы-Петербурга или где-то в глубинке. Здесь, в Лондоне. Какой прием вы ожидаете в Израиле? Я никакого не ожидаю. Уж какой будет, такой будет. Чего теперь делать? Выступления объявлены, от них увернуться нельзя. Думаю, что будет непросто там вести диалог. Ну, ничего, страха нет. Да нет, я не сказал бы, что в чем-то уж так принципиально различается. То есть я был на показах премьерных. Ну, в Москве понятно, там долго шло, я в многих разных залах бывал. В Петербурге, в Екатеринбурге, в Тбилиси, в Киеве, в Минске, в Одессе, в Днепропетровске. Это то, что вот Россия и ближние зарубежья, так называемые. Ну, то есть, в общем, зона русского языка, где без субтитров шло. Нет, у меня нет ощущения. И со всеми все время разговор про одно, вот про соотношение русскости и еврейскости в этих фигурах, в этих героях. Я все время никак не могу понять, почему так живучи советский, ну, подход советского пятого пункта в анкете. Почему национальность определяют по папе и маме. Вот, и что тогда делать? Что Матвей Блантер еврейский композитор? И что, Катюша еврейская песня? Ну, давайте, мы его любим-то за что? За Катюшу или за то, что его звали Матвей Исаакович? Что важнее-то? Он себя реализовал. Чего бы мы сейчас про него вообще говорили? Если бы не там летят перелетные птицы, враги сожгли родную хату, на солнечной поляночке дугую выгнув бровь и так далее. Вот, я говорю про самые такие всенародно признанные, как русские произведения, вот, вышеупомянутые Матвея Исааковича. Мне очень было интересно, что вы затронули в первом фильме, который завершается, так сказать, дореволюционным периодом, он так и называется. Ну, нет, он завершается все-таки революционным. Революционным периодом. Он завершается с Мольным, кабинетом Троцкого, который потом считался кабинетом Ленина. Тем не менее, в этом фильме немало внимания уделено, ну, по крайней мере, двум фигурам, которые скорее ассоциируются уже с советским периодом, хотя начинали они, разумеется, в дореволюционный период. Я говорил о Леониде Утесове и Давиде Ойстрой. Но, с другой стороны, вы совершенно не затронули, скажем, зарождение хасидизма. Или Шолома Алейхима. Еще раз повторяю, это русские евреи. Это русские евреи. Хасиды, это еврейские евреи. Это, пожалуйста, там, то... Нельзя это все объять. И Ойстрах, и Утесов продолжат дальше жить во второй, в третьей серии. Разумеется, да. Во второй. Ойстрах еще и в третьей тоже, да. Но это было важно, что вот к Пинхусу Соломоновичу Столярскому привели сына купца второй гильдии Фишеля Ойстраха, который и родители не хотели, и Пинхус Соломонович не хотел, чтобы он был еврейским музыкантом, а он хотел, чтобы он был мировым музыкантом, вот чтобы Корнеги Холлы преклонялись перед великим скрипачем, что, собственно, и случилось с этим вот Карапузом. И Утесов, то есть Лазарь Вайсбейн, который выиграл конкурс куплетистов, в этом городе быть первым куплетистом – это что-то вообще неслыханное, и в 17 лет он ищет себе возвышенный русский псевдоним и придумывает себе фамилию, которая в русской... нет такой русской фамилии Утесов. Это вот он... ему хотелось... Это потому что Холмов, Горский и Скалов – эти псевдонимы в Одессе уже были заняты. Да. Мой интерес вот этот... Это русский фильм русского автора и с названием, где слово «русский» стоит впереди слово «еврей». Очень интересно, очень важно, да, конечно. Ну, и, наверное, время нас поджимает. Последний вопрос. Фильм финансировал фонд «Генезис». Насколько я понимаю, это еврейская организация благотворительная. Расскажите о ней, как вы вышли на них, ли они вышли на вас, и какое было взаимодействие. Москва – город маленький, мы сами встретим. Мы шли навстречу друг другу, скажем так. Просто я... во мне эти три проекта живут очень давно, и с очень многими знакомыми евреями, грузинами и немцами я разговаривал про то, что «а что у вас осталось с ними?» А когда это произошло? А вот... ну, ведь ты же уже сразу рос в русской среде, и не знаешь ты там родного языка. Или он выученный, ты там что-то, ты знаешь там столько, сколько я, там, примерно, знаю. У меня полно грузин, которые и гомарджоба не могут произнести. Ну, так называемые грузины московского разлива. Знаете, было понятие. Есть еще и армяне московского разлива. Ну, как коньяк, и так... Вот. И просто с евреями быстрее случилось, даже с их стороны, что чего мы про это... Это все страшно интересно, и чего мы про это говорим? Ты вот предложи, какой мог бы быть из этого проект? Фильм или книжка, или то ли, ну, конечно, фильм. Это история, это такая вот... Это какой-то роуд-муви по времени, да? Вот мы катимся по времени, живем и проживаем, и понимаем, почему они все более и более русеют, скажем так. Вот. Так что мы шли на встречу друг к другу. Понятно. А фонд этот занимается всякими разными проектами самоидентификации выходцев с русской зоны, с бывшего СССР, с бывшей Российской империей. Ну, там был и Дишленд, которого нет, и огромная городская культура не только деятелей искусства, но просто преподавателей, врачей, инженеров и так далее, и так далее. Огромный слой вот этой Ленинградско-Московской и всяких других крупных городов жизни, где действительно смешение с второй титульной нацией, с первой было уже почти до неразличимости. Ну, а во втором особенности, в третьем фильме, вы, наверное, неизбежно будете говорить и о еврейской эмиграции, которая раскинута по миру, да? Конечно, конечно. Нет, но там важно в третьей, это в третьей все. В первой это обозначено, что да, был такой вариант, да, но наш разговор не про тех, кто как Жаботинский, совсем их было мало, подправлялся тогда уже в Палестину и становился сионистом. Вот он был Вольфом Евновичем, потом уже стал Владимиром Евгеньевичем, потом это отринул назад в Вольфа Евновича, вернулся и, значит, вот старался строить будущий Израиль. Вот, и были те, кто уезжали в Америку прежде всего, но большая часть оставалась, да, до пяти миллионов человек, огромное, огромное население, это почти и почти, ну, то есть не почти, это была самая большая, конечно, колония еврейская в России, и в люди они выходили по-русски. Это было совершенно очевидно, потому что 20-й век требовал уже этого, уже в местечках оставаться было невозможно, они были изжиты временем, которое их разрушало, собственно говоря. Так что вот такие истории. Ну что ж, я благодарю Леонида Парфенова за участие в нашей программе и за то, что вы пришли в студию BBC. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Разговор, по-моему, получился интересный. Ну и всего вам доброго. Всего доброго, спасибо.